Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня поговорим о болях в локтевых и коленных суставах. Несмотря на то, что очень много у меня есть об этом и видео, и статей. Для начала убавьте у себя звук, потому что сейчас пойдет заставка, а как вы знаете, мой конвертер пока не позволяет регулировать уровень громкости на протяжении всего видео. Надеюсь, у меня скоро появится время, и я освою новый конвертер. Вам будет проще и приятнее смотреть мои ролики. Убавляйте звук! Субтитры добавил DimaTorzok Ну что, начнем с локтевых суставов. Почему болят локтевые суставы? Я вам сейчас скажу основную причину боли. Мы не будем говорить о том, разминаетесь вы или не разминаетесь, потому что только придурки не разминаются перед тренировкой. Не будем говорить о причинах, связанных с питанием, потому что я об этом часто говорю в своих видео. У меня есть отдельное видео и статья об этом. А поговорим конкретно о самой распространенной причине боли в локтевых суставах. И как ни странно, это связано как раз таки с нашей с вами физиологией. Давайте представим себе, что мы любим больше всего качать на тренировке. Конечно же, бицепс. Большинство людей тренирует бицепс, забывая о своих трицепсах. А с точки зрения функциональности, анатомии, трицепс гораздо большая мышца, чем бицепс. Даже по названию вы понимаете, что у трицепса три головки, а у бицепса две. Бицепс гораздо меньше, чем трицепс. И так и должно оставаться. Но если вы усердно тренируете упорно бицепсы, и вы видите это у большинства людей, когда бицепс большой, а трицепс маленький. Во-первых, это неэстетично. Смотрится некрасиво. Во-вторых, самые большие и красивые руки у тех, кто соблюдает пропорции, кто тренирует трицепсы больше, чем бицепсы. А именно так и нужно делать, потому что трицепс, повторюсь, больше, чем бицепс. Но почему так происходит? Все очень просто. В нашем организме все продумано до мелочей. И если вы нарушаете дисбаланс в мышцах-антагонистах руки, а сейчас мы говорим конкретно о бицепсах и трицепсах, когда ваши бицепсы начинают становиться больше и сильнее, чем трицепс, происходит дисбаланс, происходят непоправимые изменения, которые влияют на наши суставы, в данном случае локтевые. Если вы хотите, чтобы ваши локти всегда были здоровыми, не болели, не подводили вас, позволяли вам полноценно, качественно, долго, на протяжении всей жизни тренироваться, соблюдайте эти пропорции. Как? Очень просто. Тренируйте трицепс больше, чем бицепс. Всегда бицепс должен идти за трицепсом. Не в плане последовательности упражнений, а в плане именно следовать. Вы должны становиться в трицепсах сильнее и подтягиваться бицепсом за трицепсом. То есть должна быть постоянная гонка, когда вы стараетесь раскачать в плане массы ваши трицепсы, а бицепсы подгоняете под трицепс. И точно так же в силе. Вы стараетесь, чтобы трицепсы были сильнее бицепса, но бицепс всегда должен догонять трицепс. Постоянная такая гонка, в хорошем смысле слова, даст вам хороший результат. В плане эстетики и в плане здоровья. Ваши локти никогда не будут болеть. Помните об этом всегда. Это то, что касается бицепса и трицепса. Не забывайте, что у нас на руке есть еще и мышцы предплечья, которые тоже нужно тренировать. Но мышцы предплечья тренировать нужно особыми специальными упражнениями. Я сделаю об этом отдельный ролик. Мышцы предплечья тоже не должны отставать в силе от трицепса и бицепса. То есть, если вы целенаправленно, планомерно, постоянно увеличиваете силу ваших бицепсов и трицепсов, предплечья тоже должны становиться сильнее. Проще всего работать в становых тягах, в подтягиваниях, без лямок, в разогревочных подходах. Использовать лямки только в рабочих подходах. И делать специальные легкие упражнения для предплечья. Все это позволит вам сохранять локтевые суставы здоровыми. Перейдем к коленным суставам. Здесь, в принципе, та же ситуация. Большинство из нас, бодибилдеров, конечно, это не касается пауэрлифтера и стронгмена, и, конечно, тяжелоатлета. Все они садятся глубоко в приседаниях. Мы же, бодибилдеры, часто грешим тем, что не доседаем даже до параллели. Конечно, такая техника перегружает и грузит в основном квадрицепсы, но бицепсы бедер недополучают нагрузки. И на самом деле для коленей гораздо безопаснее садиться настолько глубоко, насколько вам комфортно. Если вы прерываете свое движение, то коленка испытывает перегрузки. Об этом тоже у меня есть много статей и видео. Что нужно соблюдать, особенно девчонкам? У девчонок квадрицепс в 4 раза больше, чем бицепс бедра. А идеальная женская ножка, даже с точки зрения эстетики, это одинаковый квадрицепс и бицепс бедра. То есть передняя и задняя часть бедра должны быть одинаковыми, если провести линию посередине. Вот к чему нужно стремиться девушкам. Этого можно добиться только целенаправленной работой на бицепс бедра. Во-первых, приседать в широкой, относительно широкой стойке, со слегка разведенными носочками в стороны. И коленки при приседе должны расходиться в стороны, параллельно большим пальцем ног. Но садиться нужно глубоко. Если вы садитесь неглубоко, даже не доседаете до параллели, девчонки, вот тогда вам нужно беспокоиться о том, что ваши квадрицепсы будут расти. Если вы будете садиться глубоко, то в основном будут работать ягодичные мышцы и мышцы бицепса бедра. То, что вам нужно. То, что, как говорится, доктор прописал. Но это касается всех, и парней, и девчонок. Поэтому, работая на ноги, не забывайте уделять внимание не только квадрицепсам, но и бицепсам бедер. Лучшие упражнения для бицепса бедра – это русские наклоны. Когда вы стоите на коленях на полу или в каком-либо специальном тренажере. Если ноги не закреплены, то партнер или инструктор должен держать вас за ступни. А вы наклоняетесь вперед и возвращаетесь за счет силы бицепсов бедер назад. Это упражнение, помимо силы, несет в себе еще и профилактический характер. Потому что оно помогает сохранять поясничный отдел позвоночника здоровым. Ваш бицепс бедра становится сильнее, становится гораздо сильнее. Кто практикует это упражнение, видит, как быстро растет сила бицепса бедра. И замечает, насколько большие веса он использует в приседаниях. Это очень-очень важный момент. Второе лучшее упражнение для бицепса бедра – это румынские становые тяги. Еще иногда называют становая тяга на прямых ногах. Но я не люблю это название, это тупое название. Потому что многие думают, что следует выполнять упражнение, исходя из названия упражнения. Держа ноги полностью прямыми. Никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно разгибать ни ноги, ни руки полностью в замок. Если только вы не работаете на блоке на трицепс. Трицепс любит, когда вы полностью разгибаете руку. Но ноги мы никогда полностью не разгибаем. Не переносим нагрузку сработающих мышц на суставы. Нам это не нужно и это опасно. Опасно в первую очередь для самого сустава. Румынские тяги и гудмонинг. Наклоны со штангой на плечах. Это упражнение следует делать крайне осторожно. У меня есть об этом видео. Использовать относительно небольшие веса. Больше сосредотачиваться на технике, на качестве и на количестве повторений. И следующим упражнением идет сгибание ног лежа. Но не в тренажере. А когда вы между ступней держите гантелю. Это шикарнейшее упражнение. Попробуйте его и вы сами поймете, почувствуете разницу. Друзья, чтобы быть здоровым, нужно следовать простым правилам, которыми я с вами делюсь. Думайте всегда головой. Всегда перед тем, когда что-либо сделать. Не важно, касается это тренинга или вашей жизни. Всегда обдумывайте, что, как вы будете делать. Это залог здоровой жизнедеятельности. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok